Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Собственно, как и всегда, несколько минут вашего времени, я думаю, что будет неплохо и уж точно не лишним уделить анализу и разбору тех событий, которые произошли за ими ими лучше. Соответственно, друзья, подводя итоги вчерашнего дня, что у нас среди активов отличилось самым интересным движением? Это, прежде всего, британец, который против буквально всего спектра инструментов подрастает. Вот доллара мы ждали выше отметки 1.40. Вчера достигли этого сопротивления, немного откатили и сегодня опять идем, скажем, брать уже новые высоты. Это, друзья, наверняка, скажем, новость, либо та динамика, которая явно поднимает настроение, особенно для тех трейдеров, которые давно уже покупают пункт и видят тот самый фундаментальный позитив, на который я неоднократно делал ставку. Мы сегодня о нем снова поговорим, потому что я считаю, что еще есть время присоединиться к этому уходящему поинду, составу настоящей мощной фундаментальной возможности, попробовать заработать, потому что даже по скромным подсчетам ориентиры и долгосрочной ориентиры, правда, ряда инвестиционных банков, на которые я поглядываю периодически, ну пусть это даже цели растянутые на период больше, чем полгода, но все равно это уровень, к примеру, по паре пунктов, отметка 1.47-1.48, то есть 700-800 пунктов, можно сказать, немножко круглит, 1000 пунктов по перспективе, я думаю, что меньше года есть шансы, может быть, по паре пунктов, поэтому если вы смогли купить британцы по очень комфортным уровням, вам сейчас не страшна просадка даже в несколько фигур, даже побольше, возможно, имеет смысл сейчас посидеть в длинных позициях по, соответственно, британцу против доллара, в расчете на то, что вы сможете получить все больше профиля. Доллар, вопреки тому фундаменту, который в нормальных условиях мог бы способствовать его росту, снижается на текущий момент по паре доллар-иена, мы снова тестируем с вами нижнюю границу довольно широкого диапазона, коридор это 110 иен против американца, поговорим, с чем это связано, хотя здесь доводов крайне мало, друзья, потому что вчера у нас был банк Японии, соответствующей реторики, и вчера у нас был наводной фонд, который касался возновления работы правительства США, и на этом даже доллар не выросся. Американский фондовый рынок положает переписывать исторический максимум, вот это, конечно же, очень странная динамика, потому что, ну, мы уже говорили про те риски, которые сопряжены с фондовой секцией, странно то, что фондовый рынок, находясь в такой фазе перекупленности, не дает даже небольшую коррекцию, чтобы хотя бы чуть-чуть разгрузить вот эту целокопную лодку, я не говорю о каких-то полноценных, полномасштабных, кризисных распродажах и потери капитализации больше, чем 10%, но даже несколько процентов S&P не позволяет медведям, как бы, отобрать эту капитализацию, напротив, подогревая этот интерес к тому, что рост продолжится. И, собственно, коснемся также и S&P. Ну, давайте теперь о нефтянке. Знаю то, что многих этот актив интересует поболее других. Нефть у нас приклеилась сейчас к сопротивлению в 70 долларов за баррель, это, конечно же, котировка справедливая актуальность для сорта Brent. Закрыли мы день непосредственно близкий от 70, сейчас котировка 69-39, и трейдеры, которые еще хотят выжать из этого актива побольше, скажем, роста, сейчас получают поддержку в новостном фоне. Я по-прежнему считаю, что это не такая уж и существенная поддержка, это, скорее всего, лишь попытка, скажем, покупателей оправдать свои торговые решения, свои торговые позиции. Ну, это не серьезный триггер, которым действительно можно, скажем, вооружиться, чтобы покупать нефть и отстаивать свою позицию, якобы, абсолютно правильное решение. Ну, среди позитивных факторов, которые можно отметить, это вот прогноз Международного валютного фонда, который пересмотрели прогноз роста мировой экономики в сторону улучшения, с повышением на 0,2% 3,9%. Они считают, что мировая экономика вырастет в этом году, ну, посмотрим. На самом деле, развиваться события, я думаю, что чрезмерно оптимистичен МВФ в оценке, опять же, ситуации того, что мы дальше будем наблюдать по развивающимся рынкам. Ладно, если там тоже в Индии особых вопросов нету, может быть, к России тоже вопросы не так актуальны, какие-то суперпроцеды мы не ожидаем. Но про Китай мы с вами уже говорили, друзья, и я отметил, насколько сейчас остра ситуация по состоянию экономики, насколько сейчас проблематика становится все более и более очевидной и ясной. Это цифры, которые говорят сами для себя. Я думаю, что многие из вас уже, ну, понимают, о чем я говорю. Если нет, вы можете пересмотреть, что я не помню. На прошлой неделе, по-моему, мы обсуждали Китай, говорили про колоссальные инвестиции в экономику без должной отдачи, говорили про совокупное долговое обязательство, говорили про то, насколько госдолг превышает ВВП. Китайцы пытались построить прогнозы, как ситуация будет обстоять дальше, тоже в негативном ключе, какие сильные действия могут быть у китайских властей. И в итоге пришли лишь к выводу о том, что Китай – это самая настоящая финансовая карамиды, сейчас без каких-то серьезных структурных реформ, либо без просто, ну, скажем, если отпустить ситуацию на самочок, как обычно, то есть дать кризису разразиться, чтобы кризис снял неопределенности и отчасти разгрызил, а проблематику, возможно, это тоже сценарий. Обычно, скажем, для ряда регионов, которые уже исторически сталкивались с кризисами, а то, что сейчас происходит в Китае, именно от них и от приводило. Я не знаю, друзья, насколько быстро вот эти проблемы достигнут той точки, когда нужно будет уже реально что-то делать и что-то должно было бы случиться. Но думаю, что времени остается все меньше и меньше, возможно, предстоящее, если не в этот году, то, по крайней мере, в ближайшие 2-3 года что-то должно произойти. И, может быть, мы снова вернемся к вами, к циклу, который характеризует мировую экономику, это периоды бескризисных кризисов и все это заканчивается полноценным экономическим кризисом. Кризисом давненько его не было и, конечно же, еще бы столько его не видеть, но время вот все-таки циклично подходит к своему апоге, логическому концу, и мы тут же начинаем видеть ситуацию, которая реально может привести к этому, даже, со стороны Китая. Поэтому, возвращаясь к Международному валютному фонду, цифры довольно оптимистичные, то, что в данном случае мировая экономика вырастет на 3,9%, вдохновила трейдеров, потому что рост мировой экономики, это, соответственно, более высокие объемы спроса на литянку, более высокий аппетит и так далее. Второй фактор поддержки, это еще резонанс от комментариев про министр людей в Саузской Аравии Халида Аль-Паиха, который еще по следам прошедшие ломаные встречи в Минтонии Губинета, дал понять то, что все участники энергетического факта были абсолютно единогласны, были, скажем, выказали общие такие солидарные порывы целесообразности дальнейших действий на глобальном рынке черного золота после того, как соглашение исчезнет в конце 2018 года. И, собственно, абсолютно такие же комментарии были повторены, собственно, Аль-Паихом на Добосском форуме, это произошло день назад, а на вопрос о том, что такие порывы, опять же, бороться за стабилизацию рынка нефти, могут еще больше возвестить цены на черное золото и тем самым простимулировать еще больше бум американского сланцевого производства, на эти вопросы ответов не последовало. Ну, думаю, все эти риски видят, друзья, и правильные выводы здесь с этим тоже должны быть. Следующее событие, которое будет в центре внимания трейдеров, это статистика по запасам нефти. Сегодня в 18.30 у нас будут публикованы эти цифры. Смотрим за динамикой изменения запасов нефти, нефти продуктов. И, конечно же, еще обязательно мы должны будем прогнозировать то, что произошло с общим показателем добычи за прошлую неделю. Так вот, есть ли у нас сигналы, увидеть ту статистику, которая будет больше способствовать и располагать к продажам. Обычно мы делали ставку на то, что рост нефти добычи является хорошим индивидуальным сигналом. Сегодня я рискнул предположить то, что мы можем увидеть даже, собственно, рост запасов, выбиваясь из общей 9-недельной картины, которая сложилась. Потому что запасы до этого у нас постоянно, в течение 9-недель, снижались. Точнее, не у нас, а в рамках Соединенных Штатов Америки. Но, как вы знаете, вчера у нас был опубликован отчет от американского лица, кто-то нефти по запасам. И в соответствии с теми цифрами, которые мы получили, запасы на самом деле вырос на 4,7 миллионов. Было удивительно, видите, такие показатели. Но невозможно, возможно, от официального беденства будут представлены такие же цифры. Друзья, 70 – это психологический такой переломный момент и уровень, который быки не хотят отпускать. Потому что понимают, что если они пустят нефть ниже, придется очень долго выбивать, опять же, достойный триггер, чтобы вернуться к этой планке. С другой стороны, не видеть то, что и медведи не хотят пускать быков выше, понимая, что если котировки смогут оказаться надо, в данном случае сопротивление 70 долларов за бары, им уже будет очень трудно, чтобы затащить впоследствии котировки курса нефти ниже. Следим за ситуацией. Еще раз делаю акцент, друзья, то, что тот фундамент, который я озвучил, его просто нужно было осветить. Мы ведь стараемся не упыкать ни одного интересного события. Но это отнюдь не серьезные факторы роста для нефти. И продолжаем искать тот самый каплилизатор, который будет способствовать распродажам. Доллар японская иена. Сразу хочу отметить два позитивных фактора. Я в двух словах уже о них говорил. Во-первых, это заседание Банка Японии. Очень много трейдеров заранее делало ставку на то, что долгер должен ослабнуть, а курс иены выдасти. Почему? Потому что до этого были сигналы по объему покупки облигаций и того, что Банк Японии задумал, возможно, свернуть даже программу количественного смещения. Ну, соответственно, когда у Банка Японии была возможность дать специальные заявления, это произошло вчера на азиатской осессии, я думаю, что ни для кого не стало новостью и откровением, что Банк Японии не подтвердил слухи выхода из программы количественного смещения, отметив то, что текущая экономическая конъюнтура, ситуация и данные из показателей мультфляции, они указывают на то, что без этих стимулов экономика пока что не обойдется. Точно такой же комментарий мы слышим периодически от Европейского Центрального Банка и, кстати, именно на эти же комментарии мы можем рассчитывать уже завтра на ходе заседания Европейского Центрального Банка. То есть, если евро есть в арсенале ваших торговых позиций, европейская валюта завтра под подобной голубиной риторикой может оказаться под давлением. Ну, вернемся к доллару. Собственно, мягкие комментарии Банка Японии, подтверждение то, что революционный совет привержен прежним инструментам смягчения экономической политики, не собирается пока от них отказываться. Даже это не поспособствовало росту, соответственно, пары доллар-гена, то есть укреплению доллара и ослаблению японской валюты. Не поспособствовало активизации покупок и решения Сената, которые приняли законопроект о финансировании вложений и, соответственно, возобновили работу правительства. Пусть это временное решение на три недели, то есть до 8 февраля, но согласитесь, все-таки решение, друзья. И очень много времени сейчас еще для того, чтобы попробовать договориться, чтобы убрать все, скажем так, испорные моменты. Снова все упирается в миграционный вопрос, в какой-то раз речь идет о, опять же, вопросах миграции несовершеннолетних, тех, кто незаконно может оказаться на территории США. Ну, я думаю, что вопрос, скажем, с продлением финансирования госучреждений, это очень острый вопрос. И все прекрасно понимают, что вергать экономику в состоянии такой серьезной политической неопределенности, затягивать, тем более, этот вопрос не нужно. Поэтому договоренности, конечно же, будут и после 8 февраля, и я уверен, что больше будет, скажем, причин для позитива, нежели чем негатива. В то же время американская валюта не растет. Если вы попробуете смысл разобраться в том, что происходит с долларом, то основная идея слабости американцев в рамках вчерашней торговой сессии – это спрос на евро. Ну, не думаю, что европейская валюта могла действительно переводить какую-то тенденцию, которая нарисовывалась в американцах. Поэтому все-таки евро давайте и фонд оставим для непосредственно европейской валюты. А здесь придется лишь смириться с тем фактом, что доллар, видимо, ждет чего-то более достойного, более существенного и мощного. На вопрос, что это такое, если бы был вопрос, точнее, если бы был ответ, я бы обязательно с вами поделился. Ну, возможно, доллар ориентируется на статистику. Если это так, то в эту пятницу у нас счет по экономическому росту, собственно, США. Посмотрим за годовыми темпами ВВП. В случае, если данные не обчерут, я уверен, что статистика должна быть в хорошем ключе на фонд последних отчетов по роничным продажам и активности в промышленных сферах и сфере услуг. Наверное, для доллара это позитивно. Но фундамент отыграет ли фонд или нет, покажет время. Я по-прежнему склоняюсь к целесообразности покупок доллара и фондской иена и считаю, что выходить из этих позиций пока что рано. Американские фонды в рынок продолжают переписывать исторические максимумы. Здесь мне остается лишь развести руками. Не знаю, где ловить. СНП доходом собирается добраться. Опять же, без какой-либо малейшей коррекции. Это заставляет нервировать многих, потому что такая восходящая динамика и индекс продолжает вот так вот просто раздавать деньги. Учитывая количество лонгов в этом акции, учитывая то, что в него залазит, может быть, даже с большим интересом, чем на крипторынок. Сейчас понимаю, что если последний дает коррекцию, то американский фондовый рынок без каких-либо откатов вперед. И последний комментарий от Банков Америка, прогноз, точнее даже, с учетом текущей динамики, они даже подняли целевые ориентиры по СНП. Раньше у них была планка 2800, сейчас они планируют увидеть ближайшие пару квартов в отметку 3000 фунтов. Я тут же хочу сказать, что при такой динамике, как сейчас, СНП может умудриться добраться до этого уровня чуть ли не в ближайшие пару нитей, потому что он прибавляет по 50 фунтов за несколько торговых сессий. Конечно же, друзья, это тревожный сигнал. Надеюсь, вы делаете правильные выводы и понимаете, что этот рынок сейчас лучше ловить на развороте, на том откате, который, в конечном счете, сделает самый настоящий тренд. И если вы хотите рисковать через длинные позиции, то делать это нужно минимальными процентами от ваших привычных рабочих объемов. Евро против доллара прибавило в рамку вчерашней торговой сессии. Спасибо вам, чтобы рассказать целому блоку позитивной статистики. Иннокс настроений от института ZEU вырос до 24. Это максимальное значение с 1991 года уровень доверия потребителей тоже поднялся выше прошлого значения прогноза 1,3. Сейчас прогноз был на отметке 0,6%. Это максимум с 2000 года. И в целом можно сказать, что потребители, что бизнесмены с крайней формы оптимизма смотрят перспективы немецкой экономики и видят то, что дальше будет только лучше. Соответственно, при выходе сильных данных, тут же снова подогревается разговор о том, что раз все-таки чудесно в рамках еврозоны, так почему бы Европейскому центральному банку так же не стать на путь жесткой монетарной политики, как это сделал Банк Канады, в принципе, сделал Банк Англии и делала федеральная литерная система. Хочу сразу напомнить, друзья, что темп экономического роста это не единственная цель для Европейского центрального банка, куда большим и важным ориентиром является инфляция, с ней вы знаете какие проблемы. Поэтому завтра я рассчитываю на мягкую риторику Драги и рассчитываю на то, что его комментарии смогут сдуть курс евро не меньше, чем на 100-150 фунтов. Доллар канадец 1.24 тоже пока что не может прорваться выше сопротивления 1.25. Активно обсуждают сейчас договоры НАТО, Северо-Афиганского торгового альянса. Причины якобы по комментариям и тем сообщениям, которые можно найти на рынке, якобы есть позитив по НАТО. Именно это поддержало коуст канадского доллара. Я хочу отметить, что как такового позитива нету, просто сторона от Канады, которая участвует в переговорах, рассчитывает на то, что удастся договориться. Но рассчитывать это не предполагать одно, а по факту получать, особенно в переговорах США, которые хотят вообще поставить крест на таком соглашении, рассчитывать на какой-то позитив сейчас я бы особо не стал. Но все-таки, возвращаясь к нашему динамике, я думаю, что доллар канадец просел по одной причине. Это из-за слабого доллара, ну точнее даже по двум причинам. Из-за слабого доллара и восстановления цен на нефть. Как будут обстоятельства с канадцем дальше, покажет торговый сессия пятницы, потому что в пятницу будут данные по инвестиции. И уверен, что это отчет, который снова напомнит банку Канады, почему лучше теперь повременить с следующими решениями по росту процентных ставок и дать рынку адаптироваться. Отсутствие подтверждения того, что банка Канады ставится на пути более высоких процентных ставок и сможет вернуться к еще одному решению уже в момент следующего заседания, будет серьезным фактором для распродаж канадцы. Я надеюсь, что в отличие от доллара, который медлителен, нерасторопен и не подвержен логичной реакции, канадец в этой связи будет более логичным. Ждем до канадец выше отметки 1.26. И что касается британца, оставил я его на десерт, ну, в двух словах мы уже о нем говорили. Я думаю, давайте, чтобы сегодня уже не затягивать, вернемся к британцу завтра. Ну, повторю то, что у нас есть с вами четкое понимание, почему фунт растет, и такое же четкое понимание того, что этот рост может возрастаться дальше. Сегодня у нас на повестке довольно важный блок статистики по рынку труда Англии. Ждем снижения зарплатных плат, которые, я уверен, даже будут ниже по годовому приросту, чем 2,5%. Напоминаю, что сравнивают показатели с инфляцией, которые находятся на уровне 3%. Из этого делают вывод о том, что, скажем, достаток домохозяйства снижается. Это явно не способствует такой спроект накопления. Мы высоким показателем активности потребителей. Все это вводит опять у нас к разговорам о важности хотя бы словесного поддержания и настроя трейдеров к жесткой коммунитарной политике, которая в будущем будет проводиться Банком Англии. Ну и по поводу переговоров по Брэнзиту мы нащупали с вами позитив еще тогда со ссылкой на Брюссель. Сейчас этот позитив еще был подтвержден президентом Франции Макроном, который допустил, точнее, обозначил, что Англия готова принять условия временного, скажем, Брэнзита, точнее, такого перехода. Вот правильное слово Брэнзита. И суть этого процесса вкладывается в то, что Англия пошла на многие уступки для Европейского союза. Я думаю, что в чем-то и Европейский союз также решил пойти на уступки для Англии. Поэтому ждем, когда стороны снова сядут за стол переговоров, уже официально, так что мы следили за этим событием. Возможно, случится это уже даже в эти выходные. Ну, на следующей неделе уж точно, потому что мы этим первым раз на конец января. Будем держать вас позже, я. Из важных событий сегодня в 12.30. Ждем поддержки для британцев. 17.45. И за сортивность у всех людей в США. Может быть, на этот реагирует доллар. Но загадывать не будем. Лучше сразу ждать более сильный отчет. Это экономический рост, годовые данные по ОМП в пятницу. 18.30 запаса нефти. Ждем, что повторят официальные данные статистику от АПИ. Соответственно, запасы могут вырасти. Объем добычи также должен остаться в плюсе, продолжая тенденцию прошлой недели. И будем верить, опять же, как Медведе, что этого фундамента будет достаточно, чтобы спровоцировать все-таки откат котировок хотя бы снова в районе 608 долларов за бар. На этом, друзья, все. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания.